здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами Вячеслав Котляров предположительно подобная заставка будет дальше идти перед каждым роликом первый раз можете послушать а потом уже проматывать если уже слышали недавно подобились создать промо ролик к игре и столкнулись с тем что те финансы которые планировались для этого ролика были слишком малы ролик должен был идти не больше одной минуты и сумма которая была найдена для его создания это фактически вот к примеру я мог бы на эту сумму год жить относительно нормально в плане коммунальных услуг и питания но если пояс потуже затянуть то можно и два года было бы жить на эти деньги в плане питания но ту сумму которую нам запросили за одну минуту промо ролика она была в 30 раз больше как давно много лет назад в одном из аудио обращений известный шоумен Андрей Разин сказал таких денег нам не заработать ну это ирония вот поэтому если есть доморощенные кулибины которые обладают талантами создания подобных вещей отзовитесь нужен промо ролик не больше минуты для бум стартера а за нами не заржавеет Индия находится почти на самом краю земного диска 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 с севера и запада инди ограничиться страной где проживают только одни пляшевые люди Ну что ж Костыльков ты правильно излагаешь так сказать географические взгляды древних но ты конечно знаешь что земля не диск а шар если бы земля была шаром если бы земля была шаром то воды стекли бы с нее вниз и люди умерли бы от жажды Воды бы стекли с нее вниз и люди умерли бы от жажды земля же имеет форму плоского диска и омывается она со всех сторон величественной рекой и минуем океан земля покоится на шести слона а эти слоны стоят на огромной черепахе вот как устроен мир с точки зрения науки Древней науки. Не древней, а единственно правильной. Не древней, а единственно правильной. Вот это как раз солнце Ярила, когда по трем ячейкам проходит круг полный. Вот это как раз и есть год. Вот интересный момент. Возможно, многие сталкивались с произведением Экзюпери «Маленький принц». Но, как я вот задаю вопрос, многие думают, что это сказка. На самом деле это не сказка. Экзюпери описывал свою реальную жизнь, которую закамуфлировал подсказку. Если правильно ее слушать, то он описывает реальные события. Планеты – это реальные люди, к которым он приходит в гости. А Роза – это его любимая женщина. Я слушал эту аудиосказку всего лишь один раз. Он пришел к одному другу своему, к другому. Там планеты подаются. На самом деле, вы просто уберите планеты и замените людьми. А Розу – это любимая женщина. И все станет на свои места. Как там, Взюпери говорил, люди научились летать, как птицы. Люди научились плавать, как рыбы. Теперь бы людям научиться быть человеками. Все летает, все кружится, 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 кружится листья над головой. Вот про планету Нибиру. Ну, мы-то с вами знаем, что это не планета. А раз это не планета… Раз это не планета, давайте… Раз мы уже здравомыслящие люди, просвещенные… Это не громкие слова, так и есть. Мы теперь знаем, что это не планета. Это межьячейчный корабль, который вывозит полезные скобаймы с нашей ячейки. В том числе и золото. Ни для кого не секрет, что в год вырабатываемого золота 95% из нашей соты исчезает. Ну, есть, конечно, писатели-фантасты, которые говорят, ну, это планеты. Планета прилетела. Ну, пускай для них будет планета, неважно. Они могут называть свисток как угодно и духовым инструментом, и барабанной палочкой. Свисток же ж от этого не потеряет свое значение, как бы вы его ни называли. Поэтому планета Нибиру – это обыкновенный корабль, который шастает между сотами и тырит добро. Наше добро. А те, кто стоят у вершины власти, непосредственно курируют это все. Кстати, как я уже один раз говорил, они настолько, кто стоят у вершины власти, они даже знают, что наше солнце-лампочка Ярила – это истинное положение вещей. Поэтому, чтобы люди не пугались, они иногда даже по телевидению передают. Вы представляете, мы скоро увидим два солнца в небе одновременно. С ума сойти. Это ж надо было так вот грамотно подойти. Но мы-то теперь знаем, что это на самом деле два солнца одновременно, потому что мы видим Яргу, то есть лампочку Ярила. Иногда все-таки пытаюсь послушивать лекторов. И вот с одной стороны, вот с какой стороны? Вот с стороны писем часто встречаются добрые слова, что приятно слушать, что я не противоречу сам себе. Ну, конечно, приятно, но я могу допускать ряд ошибок. Конечно, приятно, но вот, допустим, два года назад я допустил незначительные ошибки в плане истории. Ну, пересказывал то, что в лекциях послушал. Сейчас, конечно, изрядно поднаторевши, понимаю, что можно грамотнее подойти. Я пытаюсь, там вот комментарии читаю, есть какая-то Александра Римская. Ну, уважаемые комментаторы, подписчики, кто про нее пишет? Ее нет, ее не существует. И даже если Алексей Кунгуров с ней лично знаком, то он с ней лично знаком по переписке. А если он воочию все-таки видел женщину, в чем я сомневаюсь, то это женщину ее показали. Вот как Агату Кристи показали, хотя там цех литераторов работал за нее плечами. То есть, свисток можно показать. Но вот, чтобы он этот свисток сыграл забытую мелодию для флейты, это уже однозначно не вариант. Ну, можно найти женщину и сказать, ты будешь Александра. Вот мы уже пять лет под тебя пишем. Ты, главное, сделай умное лицо. И такие вот слова мы тебе сейчас накидаем, чтобы ты, так сказать, максимально мягко могла излагаться. И мы тебе подскажем варианты беседы, чтобы в тебя максимально поверили. Так вот, слушаю лектора. Вот самое интересное, есть много уважаемых людей. Все лекторы говорят о беде. Не буду перечислять этих замечательных, великолепных людей. Это имена, фамилии, ордена, почести и медали. Но на самом деле все говорят, вот беда, вот это происходит. Но никто не дает совета, как быть. Не, есть такой выдающийся человек. Ничего не хочу о нем плохо сказать. Как механик, он гений. То есть, это уровень Тесла. Ну и плюс-минус. Но в остальном же, вот он там себя называет физиком. Он называет себя там ученым. Не, не, не. Есть ученых физика очень много в интернете. Есть там вот физик, ему хорошо получается рисовать. Про физику ему лучше не говорить, потому что... Ну, вот представьте, подумайте. Это даже не знаю, с чем сравнить. Ну, с чем можно сравнить. А, вот с чем. Грудной ребенок вам ау-ау-ау-а. Вот это то же самое и физики. Ау-ау-ау-а. Дело в том, что все физиков слушают, делают вид, что понимают. На самом деле ничего не понимают. Вообще ничего. То есть, кивают, чтобы... А физики ж они как делают, они ж умнейшие слова подбирают, чтобы еще больше запутать. А тут, прошу прощения, приходит Вячеслав Котляров, который доступным языком, человеческой речью, максимально приятной и простой форме, объясняет истинное положение вещей и устройства нашего мира. Поэтому все, все лекторы, это прожекторы. Помните, был прожектор перестройки? Вот. Они, лекторы, они говорят, в чем беда, но никто не говорит, как. Так вот, этот физик, не хочется назвать его фамилией, но многие уже догадались. Он всем советует, вы учитесь. Хе-хе-хе. Вот шутник. Не, это, знаете, это равносильно, это как человек попал там в капкан, еще плюс в сеть, и там еще и в волчью яму. А вот физик к нему подходит, говорит, ну, смотри, у тебя капкан, там, сетка, да ты еще в яме. Ну, ты вылазь сам. Ты как-то нибудь сам вылазь там, и это... К чему я клоню? У меня же другой абсолютно подход. Я говорю, не учитесь, то есть, вдумайтесь, не берите себе. Я говорю, а отдавайте. Это очень просто при нынешних технологиях. Меня, конечно, некоторым людям давать очень тяжело. Это просто будет вынос мозга. Нужно это прослушать хотя бы ряд подготовительных лекторов, а потом уже, как говорится, переходить к информации, которая просто будоражит. Вот почему многие люди не принимают информацию? Вот те, кто просит доказательства, это мерзавцы. Это мерзавцы в чистом виде. То есть, они услышали то, что я говорю. Они не изучили ни один материал, который я изучил, который в свободном доступе в интернете. И на основе того, что у них клепки не хватает, они выдают, что я, скажем так, все придумаю. Честно говоря, лучше бы я все придумывал. Такое же тяжело, лучше придумывать. Но не до жиру быть бы живым. Поэтому лекторам я хочу задать вопрос. А вы знаете, как выходить из ситуации? Вы для начала знаете, что наша планета, лекторы уважаемые, в миллиарды раз больше, чем вы можете это представить? Если лектор не знает, что наша планета в миллиарды раз больше, что бы он не говорил бы? Какие сладкие песни он не пел бы? На каких баянах бы и на флейтах он не играл? Все. Это ноль до того момента, пока он не поймет, что наша планета в миллиарды раз больше. И что за антарктическим кругом находятся миллионы, миллиарды земель. Потому что он строит свой дом на зыбком песке. Отталкиваясь, как говорится, от воды, далеко не прыгнешь. Поэтому, уважаемые лекторы, думайте. Я понимаю, что Вячеслав Котлеров пришел, это прям как головняк какой-то. Теперь вам всем задают вопрос про сотовую землю. А тут ужасная дилемма. То есть, если вы соглашаетесь с сотовой землей, чего вы не можете сделать, значит вы признаете, что вы заблуждались. Но вы не можете признать, что вы заблуждались. Поэтому, что вы делаете? Вы нагло врете. Говорите людям. Это бред сумасшедшего. Вы подлецы. Вы мерзавцы. Вы не имеете права людей обманывать. Если вы назвали себя лекторами, лечите, а не калечьте. Ты посмотри. Ну, лекции читает. А что земля в миллиарды раз больше не знает об этом. Шельмицы. Хайм Гретти. Да, разошелся. Ну, понимаете, ну, это алгоритм событий. Помните вот этот замечательный фильм и книгу Жюль Верн? Ну, там, да, научная фантастика. Но фишка в чем? Там Паганель по сюжету книги перепутал. Надо было написать, чтобы корабль прибыл к восточным берегам Австралии. А он перепутал и написал в Новой Зеландии. Зеланд, Меланд. Чему я это подсказываю? К тому, что я так же сам, как этот персонаж Паганель. Сейчас меня многие могут осудить и сказать, он что-то неверно глаголит. Но в чем сила темных, которые держат нашу планету? Они умеют делать многоходовки, как в шахматах. А мы разучились. Остались последние из магикан, которые просчитывают комбинашку на сотни тысяч лет вперед. Ведь для многих уже не секрет, что мы живем не одно воплощение, а сотни тысяч. Кто больше, кто меньше. Ну, расширьте свой круг. Вот почему наши предки, которым нам навязали, что они викинги, ну, пускай они будут викинги, но это наши предки, им было радостно уйти в иной мир и совершить больше, как можно больше деяний благих. Ну, я понимаю, но тяжело, конечно, это. Видите, в чем сила была викингам? Они-то знали, что наше тело виртуальные очки. А мы только, типа, предполагаем. Но я вас уверяю, это виртуальные очки. Чем быстрее вы их потеряете в лихой схватке, тем быстрее приобретете новые. Самое, конечно, злое это телевидение. Вот вы, у вас, давайте, ну, можно так вот спуститься на этот уровень. У вас болячки, да? У вас не хватает денег. Там, хандрит, депрессия у вас. Ну, откажитесь, не просто, если вы уже не смотрите телевизор, от ТВ. Не от ТВ, а вот от этих долбанных роликов, как они там, политических. Вас хватает на мормышку, захватывают ваше внимание и забирают все. Деньги, удачу, фарт, силы, здоровье. Ну, поймите, что нельзя смотреть это. Ну, как же, как же, как же, как же, как же, как же, как же палец из Сизерома достать? Ну, а у других вопрос посложнее. Как же, как же, как же, как же, как же палец из фанфурика достать? Ну, просто вот, ну, как же, что-то достучаться. Ну, ну, нету стран мира, нет президентов. Этого ничего нету. Это у нас в голове. Знаете, как вот люди там в специальных заведениях лежат, и у них в голове что-то происходит. Кстати, многие из них здоровее, чем мы. Ну, относительно, почему? Потому что они, как бы, слишком шибко подключились к информационному полю. А когда слишком шибко, то получается ошибка. Как мне хороший человек сейчас сказал, это был твой урок. Нет, уроки я уже прошел. Это был мой рок. Когда не проходишь урок, наступает рок. То есть судьба, афатум. Ну, афатум, видите, это как я, не инь. Афатум, это как и фортуна, так и фатум начинается с фа. Кстати, фантомаз переводится на наш язык фантомный аз. А аз, мы знаем, это бог в земном воплощении. Конечно, не хочется в эту политику встревать. Ну, а как по-другому. То есть я не молчу, и всех, ну, не всех, а многих это устраивает. Ну, простите, ну, вы как наркоманы, вы не можете без острых ощущений. Ну, хотите острые ощущения, ну, фух. Поешьте имбирь. Вот, кстати, для тех, кто с сахаром страдает, как и я. Я вот имбирь точу, и он на меня это производит какие-то волшебные качества. То есть это огромное поглощение имбиря. Приводит к тому, что, во-первых, я не чувствую усталости, отдышки. У меня замечательное настроение. Вот сейчас я общаюсь ровно. Там получается, когда я имбирь не ем, то мне приходится свою отдышку вырезать все время из роликов. И кошлюки тоже вырезать, которые иногда бывают. Так, вот, ну, тоже, я не знаю, хоть стой, хоть падай. Ну, ну, поймите, вот, говорят, мы перейдем в Третью мировую войну. Никто ни в какую Третью мировую войну не придет. Последние 200 лет войны локальные, все без исключения. То, что нам говорили, там Первая мировая война была. Она тоже была локальная. Вторая мировая война, она тоже была локальная. И Третья мировая война, она будет локальная. Мир не будет воевать, как нам это рассказали. Это все чушь и ложь. Не бойтесь, не беспокойтесь. Третьей мировой войны не будет. Переживайте то, что будут локальные войны. За это переживайте. Всегда помните, мы миллиарды лет живем во Вселенной. Да, мы настолько хорошо проскриптованы, что мы этот мир воспринимаем как реальность. Но это и есть реальность. Ре, это повтор альности. Ре, ну мы знаем, приставка ре, это повтор. Альность, ну в основном, когда есть приставка буквы А, это альтернатива. Ну, симметрия, асимметрия. Ритм, алгоритм. Я понимаю, сейчас скажут там L вставил. Ну, суть уловили. Так вот, смотрите, есть реальность, то есть повтор альности. А альность, это альтернативная ленности. А ленность, лен, это вселенная. Вселенная, это все лен, все огонь. Чтобы проще понять, лен и ра, это мы ставим знак в равно. И сразу все становится на места. Реальность, это повтор альтернативной альности. Альность. Лен, это вселенная. То есть, есть еще ленность. Ленность, это максимальная действительность. То есть, есть реальность, а есть действительность. Эх, если бы все артефакты нашей планеты бы... Кстати, планеты не оговорился. Планета, это план. То есть, наша ячейка, это план чей-то. Или, можно сказать, плато. Или плоская земля. То есть, вот эта ячейка, это планета, это плоская поверхность. Или план. Или план. Так вот, если бы все артефакты нашей соты бы... Своих загашников в музее бы... Все музеи нашей планеты достали бы... Люди бы ужаснулись. Сколько артефактов из соседних ячеек... И сколько артефактов в нашей ячейке было оставлено, забыто, потеряно. Без возврат. Но... В завершении хочу сказать еще раз, чтобы... Вопросы, они будут возникать, но... Сделаю попытку на опережение. Марс, Венера, Меркурий, это все планеты. Это аналог Нибиру. То есть, Нибиру, это тоже космический корабль. И вот эти планеты, которые мы видим, это тоже космические корабли. Которые, в отличие от нашей Луны, которая может только между сотами перемещаться, Планеты такого уровня, как Марс, Веркурий, Венера, они могут между мирами, то есть верхним и нижним, то есть они могут бороздить вот этот наш Вселенский океан между двумя мирами. Ну, искренне надеюсь, что два-три слова для вас были от меня на вы или новые. Может, для кого-то вообще это будет все впервые услышано, а для кого-то очередной раз не понято. И тем не менее, я очень вам благодарен. С каждым днем я понимаю, что нужно идти дальше. Я вам обещаю, открытия, которые я припас, будут умопомрачительными. И это не для того, чтобы захватить ваше внимание. Это с исключительной целью объяснить, что Вячеслав Котляров – это кладезь уникальнейшей информации, которую за последние 200 лет до него никто не озвучивал. На этом разрешите откланяться. Всего доброго вам, добра и до новых встреч. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...